И вот после того, как этот дворец был построен, Сакиб Герай, ну в 17 веке у нас уже не так много источников, которые описывали его, но самый важный источник, самый глобальный такой, который мы используем для реконструкции всего комплекса, это описание, которое оставил для нас османский путешественник Ивлия Чалиби. Он побывал в Крыму несколько раз и в его семитомном сочинении «Сиахат Наме», то есть книга путешествий, Крыму уделено довольно много места. Он довольно подробно описывает все крымские города и очень подробно описывает Ханский дворец. Ну в частности он упоминает о том, что все дворцовые постройки включали в себя четыре с половиной тысячи различных помещений. Он пишет о том, что дворцовые стены достигали 560 шагов в окружности, то есть это было довольно значительное сооружение. Здесь он, кстати сказать, упоминает именно о стенах. Стены были, по всей видимости, построены уже в 1640-х годах, когда Крым начинает впервые испытывать вот такие некие проблемы с собственной обороной и дворец начинает укрепляться. Правда, конечно, эти стены, они с точки зрения крепостного строительства, безусловно, никакой критики не выдерживают. Это все-таки попытка просто оградить дворцовую территорию. Вряд ли основной задачей была обороноспособность этого места. Ну вот Ивлия Чалиби очень подробно описывает дворец, пописывает все помещения, те материалы, из которых сделаны, скажем, там полы и потолки, отдельно останавливаются на рубиново-красной, как он пишет, черепицы. И надо сказать, что он очень хорошо понял ту специфику этого дворцового пространства, о которой я говорил. Недаром он всегда пишет о вот этом подобии рая. Для него и, видимо, для его современников это аллюзия на вот такие вот райские кущи, аллюзия на образ рая в Коране была очень важна. И он об этом специально в своем сочинении и упомянул. Он, кстати сказать, упоминает и о мостах, которые ведут во дворец, мосты каменные, упоминает там о мостовых, о лавках и так далее. В общем, подробное описание Бахчисарая. Его можно, в общем, на русском языке почитать. Это очень интересно. Для нас это один из важнейших источников, если не самый важный, по истории дворца до русского, до колониального периода. Еще расскажу об одном этапе, в одном периоде в истории дворцового комплекса. Это 1920-е годы. Это очень важный этап в истории Бахчисарая и в истории дворца. Почему? Потому что именно в это время дворец наконец обретает свое нынешнее назначение. И там организуются музеи. Первоначальный музей располагался в здании нынешнего библиотечного и конюшенного корпусов. Вот там, где сейчас художественный музей, где конюшенный корпус. И только потом уже со временем, в начале 20-х, начинает медленно переводиться в основное здание, то есть там, где сейчас и располагается музей крымско-татарской культуры. Основателем музея был Усейн Абдульфеевич Бодонинский, да, замечательный энтузиаст, первый директор, историк, художник, великолепный эпиграфист, человек, который создал музей, который заложил основы и который вплоть до начала 30-х годов, по сути дела, был душой этой организации. К сожалению, человек был репрессирован, вот, ушел из жизни и судьба потом музея, сложилось, ну, к счастью, не столь трагично, то есть он не был закрыт, но вот в 20-х годах Бодонинский очень много внимания уделяет реставрации дворцовых зданий. И таких реставраций было несколько, в частности, в 23-24 годах была отреставрирована заново Соколиная башня. Вот как-то в условиях голода и в условиях разрухи все-таки удалось ему найти деньги и в значительной степени отреставрировалась верхнюю часть, там, те подгнившие конструкции, которые тогда, вот, к сожалению, на тот момент, значит, они были, они обнаружили и отреставрировали. Поэтому она вплоть до, там, 60-х годов стояла в том виде, в котором ее оставил Бодонинский в 20-е годы. Были отреставрированы некоторые другие сооружения, руководителем вот этих реставрационных работ был такой архитектор Голландский. Не во всем эти реставрационные работы были удачны, но, в частности, по каким-то причинам элементы росписи, которые 19 века, там, скажем, на нескольких флигелях, в частности, там, в конюшенах, в библиотеке, были закрашены. Им были, не так давно они были, на самом деле, уже обнажены. То есть, эта реставрация строго научной тоже не была. Но она была важной с точки зрения сохранения и поддержания памятника в том состоянии, ну, в рабочем состоянии, поскольку, как будто там уже начался довольно активный период посещения музея экскурсантами, да, музей начал принимать значительно больше людей, чем это было раньше, потому что, если раньше это был закрытый, по сути дела, казенный комплекс, да, посещало его довольно много людей, только посетители либо по специальному приглашению, либо путешественники, да, во крайней мере, не было такого потока людей, то вот работы 20-х годов, они во многом послужили, вот, устойчивости этого своего комплекса, да, и его подготовки к тому, что сейчас он принимает, там, сотни тысяч людей за сезон, вот, что, конечно, на него губительно очень сказывается, на самом деле, далеко не все, там, здания выдерживают такой наплыв посетителей. По следам тех наработок, которые сделаны были археологической комиссией, было очень много сделано для вот этой научной реставрации частей этого комплекса, ну, вот упомянутой мной реставрации Соколиной башни, и очень важный момент, это крымское землетрясение, вернее, на самом деле, цепь из двух крымских землетрясений 1927 года. Как вы знаете, 26 июня, по-моему, а потом в ночь с 11 на 12 сентября 1927 года Крым подвергся вот такой вот, в общем, губительному, очень разрушительному землетрясению, которое более всего ощущалось, конечно, на южном берегу, но Бахчисаре тоже от этого очень сильно пострадало, в частности, пострадал и комплекс дворца, есть фотографии архивные, где показаны те разрушения, зафиксированные тем же Бодонинским, и потом последствия этих ремонтов, ну, в частности, довольно много упало декоративных труб пинаклей, да, от декоративных каминов, которые расположены в комплексе, очень сильно была разрушена там частично крыша, некоторые трещины там по стенам, ну, вот, в частности, перекладка крыши на некоторых дворцовых зданиях относится именно к этому времени, ну, поскольку вот эти пинакли попадали, поползла черепица, надо было, значит, это все быстро восстанавливать, да, потому что, чтобы закрыть помещение от влаги, да, от атмосферных осадков, вот, но это был очень важный период в истории музея, когда, и в истории дворца, когда оно, как я уже сказал, обрело вот нынешний статус, да, то есть, такого памятника, не просто памятника архитектуры, но еще и памятника, внутри которого хранятся культурные ценности крымско-татарские, западноевропейские, русские и так далее, вот это очень важно, сейчас этот памятник живет не только как памятник архитектуры, но и памятник культуры, как музей, да, и привлекает к себе большое внимание посетителей.